Экскурсия начинается с кабинета спикера парламента Зелимхана Евлоева. После непродолжительного общения ребятам предлагают побывать в роли председателя народного собрания и присесть в его кресло. Но не все школьники чувствуют себя на нем комфортно. Действительно, даже в таком возрасте дети чувствуют, какая ответственность возложена на человека, занимающего это место. Далее спикер парламента рассказал ребятам о том, что утро его начинается с просмотра почты. Кстати, проверяя корреспонденцию, на днях он и обнаружил письмо школьников с просьбой провести для них экскурсию в парламенте. Затем юные журналисты вместе со спикером позвонили депутату народного собрания Батыру Хамхуеву и спросили, как ему в 24 года удалось стать депутатом. Если говорить изначально, то партия «Единая Россия» предоставила возможность еще будучи студентом не баллотироваться в органы местного самоправления. Именно тот опыт, который я получил на самых низах, дал мне возможность выставить свою контуру на предварительное голосование, которое у нас было 22 мая 2016 года. Ну и как же без традиционного для молодежи селфи? Самый шустрый из ребят просит спикера парламента сделать с ним фото на память. Далее для ребят Делимхан Явлоев лично проводит экскурсию. Начинают с малого зала заседания. Там председатель народного собрания рассказывает о том, что парламент – высший представительный и законодательный орган. Затем ребятам показывает большой зал заседания, рассказывая, кто и какое место здесь занимает. У главы республики есть постоянное место в народном собрании. Вот место у главы республики. У них где-то Левкурово. Это его постоянное место. Никто не имеет права занимать это место. А в этом зале занимаются принятием различных законов? Совершенно верно. Только в этом зале принимаются законы. После экскурсии для юных журналистов устраивают пресс-конференцию со спикером парламента. Вопросы здесь самые разнообразные. Ребята практически в курсе всех последних новостей. А узнать у председателя народного собрания хочется практически все. Отменит ли ЕГЭ, за кого голосовали на выборах президента страны и многое другое. Те вопросы, которые сложные, которые стоят, они у нас ежедневно перед нами такие вопросы становятся и стоят. Мы находим решение вместе со своими друзьями, депутатами народного собрания и взаимодействия, конечно же, с главой республики, с правительством республики душевья. Ну и в завершение встречи школьники подарили Зелимхану Явлоеву колбу с пожеланиями для спикера парламента и народным избранникам. Председатель народного собрания зачитал одно из пожеланий. Всегда имейте объективное представление о нашей многогранной жизни. Знайте о болевых точках детей. Я хотел бы, чтобы у нас хватило сил, терпения, ума, возможностей, чтобы те вопросы, которые вы ставите, чтобы мы их могли решать, чтобы мы знали эти болевые точки и чтобы было меньше болевых точек. Наверняка эту экскурсию ребята запомнят надолго. Впервые у них прошло такое открытое общение с представителем власти. На этой экскурсии мне понравилось, как мы были в большом зале и когда мы задавали спикеру парламента вопросы. Я сидела на стуле самого спикера парламента. Мне вот это больше всего понравилось, потому что мне казалось, что я был сам этим спикером парламента. Руководитель кружка юные журналиста Марина Дзортова не так давно занимается с этими детьми. Она отмечает их талант и желание познать эту профессию как можно лучше. А такая открытость власти, возможно, поможет детям определиться с будущей профессией. Дело в том, что это вторая экскурсия. Вначале мы были в телекомпании, сегодня вот так по счастливому случаю попали в парламент. Попали не случайно. У нас на определенном занятии мы рассказывали о законодательной и исполнительной власти и объясняя, кто такой спикер парламента. Дети изъявили желание увидеть его. В парламенте уверены, что эта экскурсия позволит подрастающему поколению ближе познакомиться с работой госоргана, ведь именно они будут строить будущее региона. Завершилась встреча памятными фотографиями. Светлана Томова, Мэри Бекмиржоев, Новости 24.